Добрый день всем, в принципе, приветствуем вас, дорогие коллеги, на нашем вебинаре. Вебинар сегодня будет посвящен IFRS 16, аренда. Мы рассмотрим, в принципе, кратко методологию стандарта, практику автоматизации, в принципе, и как пережить, да, как пережить компанию, вот этот кейс внедрения, что нужно от компании, которая производит внедрение, что нужно от заказчика, вот, в принципе, эти объекты, эти кейсы рассмотрим. Методологию стандарта, в принципе, рассмотрим достаточно обзорно. В принципе, наш вебинар, он будет направлен на автоматизацию, да, в большей степени, вот, и, в принципе, посмотрим, какой функционал необходим для того, чтобы сказать, что мы IFRS 16 автоматизировали. Рассмотрим ввод остатков, параметрию нашу, документы оборот, основные ключевые документы конфигурации, вот, в принципе, и постараемся понять, что какие плюсы получит заказчик от внедрения подсистемы аренды. В принципе, стандарт появился не так давно, вот, наделал много шума на самом деле, и, в принципе, вот сейчас есть некая практика в рынке по его автоматизации, да, на кого направлен стандарт, да, кто подпадает под нормы стандарта IFRS 16. На самом деле, достаточно большие нововведения затронут именно арендаторы, арендаторы, да, чем арендодатели. До внедрения, до принятия IFRS 16 у арендатора было все достаточно просто, то есть предоставлялся акт аренды, да, такой акт относился на расходы периода, в принципе, и, ну, на этом все. То есть был акт, была оплата, была некая, некие взаиморасчеты между арендодателем и арендатором, и, в принципе, вот так это происходило. Что поменялось с внедрением IFRS 16, да, аренда? На самом деле, если компания имеет большой пул, большой массив арендных договоров, то законодатель говорит нам, что мы, ну, наверное, искажаем валюту баланса, да, то есть вот мы относим все это на расходы, баланс непрозрачный, а вот давайте у арендатора, опять же, посчитаем, оценим, в принципе, стоимость такого актива правопользования и стоимость обязательства, да. Что нужно сделать для этого? Нужно рассчитать дисконтированную стоимость арендных платежей и сформировать стоимость вот актива правопользования и вторую веточку проводки сумму долгосрочных обязательств, да, долгосрочной нашей задолженности. Очень длительное время, где-то, наверное, года два, ведется диалог вот на законодательном уровне, что же это все-таки такое, да, вот актив правопользования, это что за сущность, это новая сущность, да, ее нужно отражать на балансе, что это такое, в принципе. Было мнение, что это не оборотный актив, да, было мнение четверки Big Four аудиторской группы, да, что это не материальный актив, да, и очень часто вот мы слышим при автоматизации от наших заказчиков, да, что это долгосрочная дебюторская задолженность. Для автоматизаторов что с этим делать? То есть если какие-то, в принципе, учетные наши суждения, они нестабильны, да, вот не принято еще решение на уровне группы, что это не оборотный актив, не материальный актив, там долгосрочная дебюторка, что с таким делать? Это периодический регистр сведений, да, в терминах конфигурации, вот, именно периодически, потому что суждение меняется на период, вот, и в котором задается, в принципе, счет учета для актива права пользования на календарную дату. Допустим, у нас в 2021 мы считали, что это вот не материальный актив, потом наше мнение, мнение нашего аудитора применялось, мы считаем, что это не оборотный актив, в регистр сведений вносим новую запись, соответственно, наша учетная оценка таким образом меняется и перетранслируется на конфигурацию. Какие основные этапы проходят, в принципе, автоматизация, именно автоматизация стандарта? Ну вот, заполняются параметрические настройки, рассчитывается стоимость актива права пользования, дальше посмотрим, как это делается. когда мы посчитали, вот, стоимость актива права пользования, продисконтировали, да, в принципе, наши арендные платежи за период действия договора, вот, у нас сформировалась стоимость актива и стоимость долгосрочной задолженности нашей. Что происходит с активом права пользования? Актив права пользования, поскольку это все-таки первый раздел актива баланса, да, то есть наш не оборотный актив, он у нас амортизируется. Амортизируется он каким образом? То есть, в принципе, он амортизируется прямолинейно, пропорционально сроку полезного использования такого актива, то есть прямолинейным методом по сроку действия договора. То есть, вот у нас есть договор с вами на 24 месяца, значит, посчитав стоимость актива, да, и имея 24 месяца, мы рассчитываем амортизацию актива права пользования. Что происходит дальше? То есть, вот с первым этапом мы справились, да, заполнили параметрические настройки, посчитали активность и обязательства, дальше идет регламентная процедура конфигурации, которая должна она, в принципе, вот посчитать, собственно, эту амортизацию по заданным параметрам. Дальше, поскольку у нас долгосрочная задолженность, мы должны выделить текущую часть долгосрочных обязательств. Что такое долгосрочная часть, что такое текущая часть? То есть, мы оперируем, и стандарт оперирует периодом год. То есть, вот год – это текущая часть, а все, что у нас свыше года по задолженности, это долгосрочная часть, да. Соответственно, она у нас по разному в отчете классифицируется. Есть мнение четверки, в принципе, мы так вот в своих проектах и подходим к этому вопросу, к начислению процентов. Когда мы выделили и разобрались с краткосрочной, с долгосрочной частью, проценты, финансовые проценты по аренде начисляются отдельно на краткосрочную часть, да, то есть финансовый интерес краткосрочный, и отдельно на долгосрочную часть, вот, в принципе. Бывает практика компании, когда вот эти показатели суммируются. То есть, не вопрос, а ценно можно сделать, да, то есть, там, опять же, по параметрическим настройкам системы. Ну, в принципе, вот базовый подход такой, то есть, проценты начисляем отдельно на долгосрочную часть, отдельно на текущую часть. Далее, что еще может происходить с этой задолженностью? Вот сумма, в принципе, задолженности переносится на счет учета взаиморасчета. Это выполняется регламентная процедура, вот, все эти операции. Поскольку у нас актив правопользования, в принципе, очень сильно похож на необоротный актив, в течение его жизненного цикла происходит, в принципе, различного рода изменения. Какого плана изменения происходит? То есть, может поменяться сумма арендной платы, да, вот, ну, вот, наш арендодатель, очень жизненная ситуация, изменил сумму арендной платы, вот, может поменяться срок действия договора и меняется ставка дисконтирования. По ставке чуть позже поговорим, да, ставка тоже момент интересный. Такие моменты отслеживает документ модификации. В принципе, вот, при автоматизации Альфа-РС-16 говорят, что вот проект успешный, если там, допустим, удалось сделать модификацию. Модификация основной такой вот наиболее сложный документ, да, вот, потому что он в автоматическом режиме отслеживает изменения, которые произошли с договором, формирует, соответственно, новый график, вот, в принципе, в конфигурации мы будем это смотреть, да, эти моменты, вот, и, в принципе, формируют дельту, да, приростной показатель. Увеличивается, там, или уменьшается стоимость актива, корректируется стоимость долгосрочных обязательств, да, на дату, и в периоде изменения формируется приростная дельта, да, то есть тоже этот момент посмотрим. Расчет вот этих производных наших показателей, да, стоимости амортизации по новым правилам, стоимости, там, процентов по новым правилам, да, это формируется с следующего месяца, который идет после произведенных изменений. Вот, в принципе, допустим, у нас договор поменялся в феврале 2022 года, то есть вот эти новые производные параметры, да, они вступят в силу с марта, то есть вот здесь вот будет у нас дельта, рассчитанная по модификации, а новые производные параметры будут с марта, то есть со следующего месяца после произведения изменений. Вот, в принципе, вот это основные такие вот шаги, которые необходимо выполнить в системе, по нашему мнению, для автоматизации стандарта. Вот наш график, то есть, в принципе, у нас тоже все-таки похож график расчета. График расчета посмотрим в конфигурации, в принципе, реализацию посмотрим. Значит, у нас здесь дата действия договора с СПУ, поэтому, в принципе, сейчас тоже будем вот рассматривать план перехода, да, если есть договора бессрочные, ну вот внутри группы такие моменты бывают, лучше вот этот определиться, то есть с периодом дисконтирования, потому что в концепции конфигурации, дата начала и дата окончания, это именно тот период, за который будет производиться дисконтирование. График расчета базовый документ конфигурации, он у нас рассчитывает, вот, в принципе, тут 24 месяца, сумма договора ориенты 13 тысяч, и, в принципе, бодежи продисконтированы, и рассчитывается сумма актива правопользования в размере 246 991 гривны, да, вот, вот это вот продисконтированные арендные платежи. График, график также рассчитывает все необходимые основные и производные параметры, то есть тут вот у нас, в принципе, сумма долгосрочной задолженности, да, сумма реклассификации, финансовый интерес долгосрочный и краткосрочный, это проценты, да, вот, и, в принципе, все наши основные параметры, которые необходимы для аренды, они рассчитываются непосредственно в графике, график базовых документов. Вот так вот выглядит документ модификации, мы его, в принципе, функционал разберем, да, на модификацию еще, в принципе, иногда выносится часть закрытия договоров, да, может быть отдельная там обработка, отдельный функционал закрытия договоров, может этот функционал выполнять документ модификации. Когда мы готовимся, да, к внедрению ФРС-16, вот тут нужно четко разделить зоны ответственности, да, между компанией, которая выполняет внедрение, и заказчиком, то есть, в принципе, теми специалистами, которые будут работать со стороны предприятия, да, со стороны заказчиков. Какая подготовительная информация нужна от компании, которая заказывает внедрение, и что на выходе такая компания, вот какой будет выход активности у нас. На самом деле, при внедрении ФРС-16, ключевым выходом активности будет, на самом-то деле, это централизованное управление договорным блоком. То есть, вот, мы такие договора аренды соберем все в одном месте, да, мы поймем, какая ситуация с арендными договорами. То есть, одна тема, это когда есть портал договоров, мы понимаем, какие договора действующие, да, мы понимаем условия ключевые для автоматизации стандартов. И совсем другая тема, когда договора рассинхронизированы, то есть, находятся в разных местах, непонятно, какие из них действующие, то есть, в принципе, для того, чтобы успешно автоматизироваться в этом направлении, компании на самом деле предстоит провести инвентаризацию, да, то есть, инвентаризацию договорного портфеля, и нужно это непосредственно заказчику для того, чтобы потом полноценно этим договорным портфелем управлять. Что нужно от договора, да, вот я на самом-то деле специально на начальном этапе показала график, да, график расчетов, чтобы мы понимали, как система функционирует, да, то есть, что нужно. У нас, в принципе, рассчитываются основные показатели системы, то есть, вот, сумма выплаты, да, период дисконтирования, краткосрочные и долгосрочные части, реклассификация, да, то, что выносим на год вперед, списываем по периодам, проценты долгосрочные и краткосрочные, график базовый документ, в принципе, основные показатели рассчитываются, производные показатели рассчитываются, Перейдем к подготовке к проекту, что нужно делать. Инвентаризируем договора по понятной причине. Выбираем договора, понимаем, какие действующие, понимаем, что у всех договоров понятен период дисконтирования и что у всех договоров понятен арендный платеж. Всем реально сталкивались. Арендный платеж может индексироваться на самом деле, каждый год меняться. Тут тоже этот момент нужно понимать. Если у нас платеж изменяется, мы его соответственно в измененном варианте вносим. Если он у нас статичен, допустим, для семилетнего графика, то такой вот график у нас будет. На этапе подготовки лучше всего разобраться с аудитором по всем методологическим расхождениям. Лучше всего, когда предпроектное обследование, очень многие компании часто говорят, не будем проводить предпроектное обследование. Предпроектное обследование важно на самом деле. На этапе предпроектного обследования компания-заказчик видит, как функционал работает. На данном этапе мы можем разобраться со всеми типами, с основными функциональных разрывов. То есть функциональные разрывы бывают двух направленностей. Система чего-то не может и не готова. Вот с этим разбираемся, прописываем возможные доработки. И второй момент, наш бизнес-процесс, учетный бизнес-процесс к чему-то не готов. К чему может быть не готов учетный процесс. Договора разрознены первое, с чем сталкивались. Инвентаризацию надо проходить. В принципе, со ставкой не понимаем, что делать. Что еще может быть, в принципе. Ну вот, такого плана лучше подготовиться. Реально в практике бывают дополнительные расходы на заключение арендного договора. С ними нужно, их тоже нужно проработать. Какой есть, в принципе, опция и решение. Дополнительные расходы могут быть, ну, допустим, там, мотивация какая-то, там, консультационные расходы на заключение договора. Не знаю, риэлторы, консультанты, мотивация, вот. Тут нужно решить. То есть, есть подход к капитализации, то есть, включаем в актив право пользования, соответственно, дисконтируем, да. Есть вариант, относим на расходы периода. Вот когда будем смотреть график, да, разбирать график с вами, в принципе, есть и такой, и такой вариант. То есть, стоимость мотивационных дополнительных расходов, там, гарантийных платежей капитализируется. Либо же второй вариант, относим на расходы периода, на ПНЛ, формируем простой акт и, в принципе, относим на текущие расходы, такие, такую группу расходов. Что еще важно с нашей точки зрения, да, понимать на этапе предпроектного обследования. То есть, когда мы провели неинтеризацию договоров аренды, да, и понимаем, о каком договорном массиве идет речь, тут нужно оценить быстродействие системы. То есть, в принципе, есть мнение, там, моих коллег, да, что объем базы на быстродействие большого влияния не имеет, но на самом деле эти вещи нужно проверять. Если у нас в компании, там, договоров арендных 80, это одна история, да. Если мы работаем с биллинговой системой, и у нас это идут на тысячи, да, там, 30 тысяч, 80 тысяч этих договоров, то, в принципе, вот эти моменты нужно просчитывать, каким образом делать нагрузочное тестирование полноценное, мы рекомендуем, в принципе, вот. Вот, и смотреть, как объем, да, как отработают, собственно, регламентные процедуры. Потому что, если мы в сжатые календарные сроки закрываем наш период, в принципе, да, договоров у нас много, и новые регламентные процедуры работают долго, то, в принципе, можем получить существенную пролонгацию на закрытии периода. Поэтому эти вещи тоже необходимо анализировать. То есть, от заказчика что нужно? Разобраться, в принципе, с методологией учета, да, сделать из учетной политики более-менее рабочий документ для автоматизации. Вот, подготовиться к внесению начальных остатков, то есть период действия договоров аренды, суммы по договорам аренды, ставка дисконтирования. Вот, если что-то выходит в функциональный разрыв, выписать это и согласовать с аудитором. Вот, и, в принципе, если наших договоров много достаточно, то оценить быстродействие работы такой системы, да, и, в принципе, решить, релевантно это или нерелевантно. То есть, вот, в принципе, это по основным вопросам подготовки. Очень часто слышим, что предпроектное обследование проводить не нужно, да, вот, не нужно его проводить, пусть система, ну, что-то там посчитает. На самом деле, да, почему, вот, стали, да, там достаточно много проектов, сейчас ведется по автоматизации аренды. Аудиторы, аудиторские группы, там, большая четверка в том числе, очень неохотно принимают аренду из Excel. Почему, в принципе, сложно принять аудитору аренду из Excel? Ну, модификация, она не так просто алгоритмизируется, это раз. Во-вторых, несанкционированные изменения, вот, достаточно просто внести в Excel, вот, ну, сложнее в полноценную учетную систему. Вот, в принципе, не берут. Ну, вот, есть практика, есть подходы, что из расчета Excel по аренде аудиторская четверка не принимается. То есть, в принципе, направленность на автоматизацию достаточно большая. Что же нам сделать, вот, на этапе предпроектного обследования, чтобы получить от него какой-то, вот, результирующий полноценный бизнес выход? На самом деле, предпроектное обследование по любой системе лучше, вот, на наш взгляд, проводить путем функционального прототипирования. То есть, смотрим график, смотрим ежемесячные начисления по активам права пользования, да, смотрим модификацию, понимаем, что система на выходе умеет. Как только мы понимаем, что система умеет, да, тут же, наверное, рождаются и описания функциональных разрывов. То есть, вот, что бы мы еще хотели в системе видеть, да, для себя. На данном этапе, когда идет метод проработка, мы предлагаем составить, вот, в принципе, карты релизного тестирования. Карты релизного тестирования – это вот такие вот, в принципе, расчет наших ключевых показателей. Рассчитывать их, в принципе, можно в Excel. Я пример такой карты покажу сегодня, да. Мы к этой работе привлекаем актуариев, ну, вот, это математические выкладки, вот, проводят их специалисты, которые владеют актуарными расчетами. И, в принципе, если видишь перед собой, как это работает в Excel, то, в принципе, можно понять для себя, как это работает в конфигурации. Следующий этап, в принципе, на предпроекте, который бы рекомендовали выносить, это, опять же, готовность NCE. Тут нужно поговорить не только о договорах, о арендных платежах, но и о ставке дисконтирования. Почему такое пристальное внимание к ставке дисконтирования? Ставка дисконтирования, на самом деле, это средняя стоимость кредитных ресурсов за период. В концепте автоматизации ставка дисконтирования может фоновым заданием загружаться с сайтов, когда вот обработка, которая запускает обработку, фоновое задание загружает нам эту ставку, пишет периодический регистр сведений. То есть, в принципе, есть подход, опять же, четверки, когда рекомендуется разная ставка для разных типов задолженности. То есть, вот для долгосрочной части одна ставка, да, для расчета процентов, для краткосрочной части другая ставка. Для валюты, в принципе, одна ставка, для валюты отчетности другая, да. Вот эти вот, в принципе, моменты могут быть тоже, в принципе, реализовываются в проектах. Вот тут со ставкой понимать. Многие компании оперируют, вот, в принципе, я когда показывала график, да, там, выделение краткосрочной части – это год. Есть подход, что, в принципе, для нас долгосрочная задолженность – это свыше пяти лет. Вот эти все спорные моменты, да, они как раз у нас и выходят на предпроектном обследовании, вот, и должны быть прописаны в учетной политике, вот. Вот, что у нас долгосрочная задолженность, да, что мы под этим понимаем моментом. Что у нас ставка, да, откуда мы ее берем, как мы к ней подходим. По ставке, по дисконтированию, почему к ней такое пристальное внимание? На самом деле, потому что это сумма наших финансовых процентов. Если мы финансовые проценты, там, посчитаем по одной ставке, это будет, в принципе, совершенно другой финансовый результат для компании. Я прошу прощения. Особенно на большом договорном, в принципе, массиве это очень сказывается. Поэтому ставку аудиторы анализируют крайне пристально, да. И ставку нужно обосновывать. Почему выбрана такая, а не другая? То есть, вот, почему у нас средняя стоимость кредитных ресурсов, то есть, возможно, есть внутренние договора компании. Ну, вот, в принципе, на этапе предпроекта, да, какое-то четкое взвешенное понимание к подходу расчета ставки автоматизаторы должны иметь. Вот. В принципе, когда эти моменты прорабатываются, да, нужно понять, что происходит с договорами дальше. То есть, вот, многие компании говорят, мы модификацию не используем. То есть, мы модификацию не делаем. У нас договора закрываются, да, и открываются новые. По другим, в принципе, нашим контрагентам есть другая практика. То есть, в принципе, договор продолжает функционировать. Если, допустим, изменяется сумма договорного платежа, открывается ДОП соглашения. Для подсистемы аренды это новый график расчетов, да. То есть, вот, его модификация, там, дальше будем смотреть с вами. Генерит автоматически новый график с календарной даты. И, в принципе, вот так это работает. То есть, в принципе, вот на предпроекте эти моменты нужно разобрать, да. По картам релизного тестирования посмотреть, как функционал работает, да. Вот, с ставкой дисконтирования определиться, с какими-то, ну, вот, такими моментами критичными для системы, как срок дисконтирования, да, там, сумма дополнительных платежей определиться. И с параметрами модификации тоже там определиться. Очень долго тоже обсуждались такие моменты, нужен ли ретроспективный пересчет при изменении авансовых выборов. Ну, на самом деле, вот, в принципе, там, по практике методологических комитетов сейчас уже отходят и от этого, чтобы ретроспективно, да, там, с открытым периодом что-то пересчитывать. Достаточно трудоемко, поэтому все пересчеты по модификациям ведутся перспективно. В открытом периоде, вот, ведутся, и, в принципе, ретроспективно с закрытием, с открытием уже закрытого периода, вот, вот, такое не делают, да. То есть, давно такого не было, и, надеемся, не будет, потому что достаточно трудоемко. Закрытый период открыть, пересчитать себе стоимость, пересчитать, перезакрыть. Вот, вот, надеемся, что, в принципе, от этого ушли и обоснованно ушли. Так, мы с вами подошли, в принципе, к объектам системы, да, вот, что может быть при автоматизации аренды. Ну, вот, при автоматизации аренды нам с вами потребуется регистр сведений для фиксации ставки дисконтирования. То есть, мы на предпроекте уже определились, да, будет это отдельно долгосрочная, отдельно текущая ставка, отдельно там для валюты отчетности, отдельно там для наших долларов. То есть, вот, вот с этими моментами, в принципе, на предпроекте должны мы определиться. Дальше нам нужна будет параметрия для счетов учета договоров. То есть, на каком счете учитывается актив, право пользования, на каком счете мы учитываем обязательства, открываем ли мы новые субсчета, да, там, или мы используем текущие, имеющиеся в нашей учетной системе. Вот, на каком счете мы будем вести аналитику по процентам нашим, да, какие субконты будут использоваться соответственно. Как мы будем рассчитывать амортизацию, на каком счете. То есть, вот, в принципе, выделять отдельно счет учета износа или на том же счете, где у нас актив. То есть, в принципе, вот эти моменты, они параметризируются вот здесь. Вот, в регистре сведений, опять же, подчеркну, периодически, почему периодически, понятно, да. Учетная оценка меняется, меняется на календарную дату, регистр у нас с вами соответственно на дату. Дальше это документ, вот, график мы посмотрим. В принципе, видели, ну, разную реализацию, да, график может генерить бухгалтерскую проводку, вот, может ее не создавать, то есть, график отдельно, поступление актива правопользования отдельно, да, то есть, вот, и такое тоже есть, вот. Потом у нас с вами есть документ модификации актива правопользования, отслеживает основные изменения с суммой платежа, с изменением срока полезного использования, там, со ставкой дисконтирования. Вот это все модификация. Что еще может происходить с модификацией? Модификация может закрывать договора, то есть, у нас договор может закрываться по календарному сроку, то есть, вот он там истекает у нас в январе 2024, и модификация в автоматическом режиме такой договор закрывает. Может быть, принудительное расторжение, то есть, по каким-то параметрам, наш договор не удовлетворяет определению актива, и мы его досрочно там расторгаем, тогда такой договор на закладочку профильную вносится в ручном режиме, и система автоматически должна списать у нас, да, там, счет учета актива права собственности, актива правопользования, да, счет учета долгосрочного обязательства и текущего обязательства на расходы периода, да. Да, смотрите, в принципе, мы сейчас готовимся к выпуску функционал 1 совместимый, да, разработка может вестись на любой конфигурации, то есть, в принципе, на бухгалтерии, на управлении холдингом, то есть, та конфигурация, которая, в принципе, есть в качестве учетной системы используется, то, в принципе, на то и может вестись разработка. Это отдельно стоящая подсистема. Ответила на вопрос? Так, коллеги, сейчас у меня на экране всем видно, если не видно, там, приносим извинения. Вот, при презентации разошлем, конечно же, как производится расчет актива правопользования, да, вот, в принципе, здесь сейчас на слайде договор, договор на 24 месяца. Есть подход, в принципе, то, что, ну, вот в учетной политике такие вещи выписываются, то есть, что у нас будет активом правопользования, то есть, объект должен хорошо идентифицироваться, да, то есть, там, к компании, вот, в принципе, дисконтируют достаточно долгосрочные графики, да, там, если у нас договор до года, как правило, они дисконтируют, вот, в принципе, ну, вот, коллеги из четверки, они говорят, что там к периоду сильно привязываться не нужно, да, то есть, вот, нужно рассматривать это в плоскости, насколько это релевантно для компании, да, насколько, в принципе, там, значим такой объект, да, там, стоимость его, ну, вот стоимостьной критерии на уровне учетной политики тоже подписывается. Ну, вот в этом моем примере здесь договор, договор аренды, стоит он 13 тысяч в месяц, и мы его дисконтируем на 24 месяца. Значит, что нужно еще на этом этапе понимать? Как у нас с вами происходят выплаты, то есть, для системы это тоже важно, то есть, это происходит в начале периода, то есть, тогда это аннуитет пренумеранда называется, да, либо это происходит выплаты у нас в конце периода, тогда у нас аннуитет постнумеранда, в принципе. Показатели, вот, актива права пользования изменяются, да, в зависимости от календарного графика выплаты, в начале, в конце периода. Вот эти моменты тоже нужно учитывать. То есть, рассчитывается у нас present value, вот по этой формуле, в принципе, вот, рассчитывается аннуитет дисконтированный, и таким образом формируем стоимость актива. Да, Марина? Светлая, будьте добры, переключите, пожалуйста, на девятый слайд. И подскажите, пожалуйста, а можно будет после встречи получить презентацию? Потому что интересно посмотреть ваше проектное решение здесь. И еще, знаете, какой вопрос? При вот это ваше решение, которое у вас разработано, да, на которое сейчас на 1С совместимо получает, а в основе типовая конфигурация какая лежит? В бухгалтерии, в основе бухгалтерии. Мы, получается, говорим не про параллельный учет аренды, да, в целях МСФО, а на стороне регламентированного учета то, что она была применяется, эти же документы, правильно я понимаю, или нет? Марина, спасибо за вопрос, да, то есть вот вопрос на самом деле хороший, презентацию, да, можно, мы всем разошлем, да, вот, смотрите, вот, в принципе, есть такой подход, ну, вот, вся вот этот функционал, он разработан по практике гармонизации, то есть мы гармонизируем учет, мы не идем в параллельную трансляцию, да, мы можем идти в параллельную трансляцию, тогда это будет отдельный план счетовый МСФО, то есть механизмы трансляции, как в УХЕ, сверка идет проверка, вот, в принципе, вот тот функционал, который мы сегодня на встрече на вебинаре посмотрим, да, он именно по пути гармонизации, мы идем на штатном плане счетов регламентированного учета нашу аренду, да, в принципе, вот, и тогда мы избавляем себя от дополнительных проверочных процедур, да, то есть от дополнительных моментов, там, по трансляции счет в счет, документ в документ, вот, мы именно используем эти документы, в том числе для регламентированного учета, да, вот, но на самом деле мы, ну, вот, в принципе, готовы и к таким, и к таким проектам, и проекты, которые ведутся, там, по механизмам трансляции, и по проектам, которые ведутся по принципу гармонизации, то есть использование штатных документов, их использование в регламентированном отчете, да, вот, ну, как бы, лично мое мнение, выскажу, да, путь гармонизации более перспективен, то есть мы, в принципе, все договора поставили, если у нас каких-то вот там налоговых моментов нет, мы все показываем, да, там прозрачно показываем, аудит валидирует, то, в принципе, используем все те же документы, да, которые, в принципе, для статного бухучета подходят, вот, дополнительно на предпроектном обследовании смотрим, как затратная часть ложится, потому что мы получаем дополнительные проценты, да, вот, их нужно отнести на финансовый результат, закрыть период, определить финансовый результат соответственно, вот, вот эти моменты проверяются и, в принципе, подсистема полностью адаптирована к ведению учета, но, опять же, готовы и к таким, и к таким проектам, то есть, к параллельному учету и к учету по пути гармонизации. Ответила, да, можно продолжать? Спасибо. Хорошо, будем двигаться дальше, значит, надеюсь, слайд переключился, еще раз прошу прощения, что не переключался, мы на данном этапе имеем наш график, да, 24 месяца, на уровне учетной политики определились, что это, там, два года, допустим, до года договора аренды не дисконтируем, там, для двухлетних периода уже дисконтируем, сумма подпадает под стоимостной критерий, там, релевантно тоже дисконтируем и определяем нашу present value, определяем наш иннуитет, вот оно, вот, в принципе, продисконтировали, 245, 881 получили, значит, что такое вот эти вот карты, там, релизного тестирования, да, с работой наших актуариев, на самом деле, да, в принципе, когда автоматизируется их раз 16, предприятия, эти компании, особенно, там, вот, с международным капиталом, с аудитом, с вот этой всей темы, имеют прототипирование, да, полноценное прототипирование функционала в Excel, вот, и мы такие расчеты сравниваем, да, то есть, на самом деле, что у компании происходит, как может выглядеть карта релизного тестирования, то есть, может быть, вот, сумма платежа, вот, ну, тут график чуть дольше у нас, то есть, в принципе, 36 месяцев, трехлетний аннуитетный график, да, вот, обязательно мы должны с вами понимать, это важно для системы, там, переключатель профильный будет реализован, дальше покажу, в конце периода, в начале периода, какой у нас все-таки аннуитет, да, там, пренумеранда, постнумеранда, да-да, на самом деле, когда компания готовится к автоматизации ФРС-16, вот, есть, повторюсь, в принципе, спрототипированный рабочий процесс в Excel, мы его сравниваем, почему мы его сравниваем, на самом деле, на предпроектах, потому что, если расчеты компании до автоматизации, после автоматизации, там, подходы разнятся, то это лучше понимать на этапе предпроекта, потому что отчетность подавалась ранее, то есть, если будет существенное, там, изменение оценок, подходов к расчету, да, то, в принципе, это уже лучше видеть на предпроектном исследовании. Как составить карту релизного тестирования, да, вот, как понять. Ну, с амортизацией, сейчас будем смотреть, в конфигурации все достаточно, там, более-менее понятно, то есть, есть у нас актив правопользования, есть календарный срок действия договора, да, и там прямолинейным методом будет разделение одно на другое, да, то есть, там, вот, стоимость актива поделить на срок, мы получим, в принципе, амортизацию за месяц. Очень многие, вот, встречали в практике, да, идет расчет по дням, в принципе, вот, в Excel амортизация по дням считается, вот, в принципе, там, финансовые расходы по процентам по дням считаются. Почему, ну, опять же, свое мнение скажу, да, там, на мой взгляд, считать по дням плохо. Все, вот, регламентированный учет, там, типовой бухгалтерии и других конфигурациях, построенный на месячном отчетном периоде. Если у нас с вами достаточно большой, там, релевантный график, да, семилетний, вот, там, договор, семь лет, и мы это все считаем по дням, это достаточно большая, там, вот, объемная системная таблица, то есть, если переходить в дневной расчет, может, конечно, показаться, что он, там, точнее будет, да, но на самом деле система очень быстро разрастется, да, и все системные, там, накопители, регистры сведений, регистры накоплений, они разрастутся просто до невероятных размеров. Если договоров аренды много, то есть, ну, система будет, в принципе, вы будете иметь существенный приростной объем. Мы вели диалог, вели с четвертой, да, насколько релевантно, в принципе, для нас считать по дням, то есть, в принципе, пришли к тому, что по месяцам, по месяцам считать можно, это допустимо, и там большой погрешности в таких расчетах мы не получаем. В принципе, если у нас с вами месячный подход к этому всему, да, к этой теме, вот, тогда мы используем, в принципе, месячную ставку, дисконтирование, не дневную, месячную, именно это важно. И, в принципе, на ежемесячной основе рассчитываем все ключевые производные показатели, то есть, проценты считаем на месячной основе, вот, долгосрочную текущую амортизацию считаем на месячной основе и, соответственно, выделяем текущую часть долгосрочных обязательств. Вот, в принципе, вот, ну, к этому пришли, да, по понятной причине, потому что, если считать по дням, разрастается это все на больших графиках до совершенно невероятных размеров, потом будем бороться как с оптимизацией кода, с быстродействием, в принципе, так и с регулярной сверткой регистров, то есть, другую проблему будем иметь. То есть, в принципе, пришли к месячному расчету. Что может еще, в принципе, анализироваться по вот этим вот математическим нашим выкладкам, да. Значит, когда у нас заключен договор, да, дата начала и дата окончания, то есть, с периодом нашего, с периодом заключения, с периодом погашения договора. Значит, есть подходы, да, что, допустим, периоды амортизации и периоды начисления финансовых процентов краткосрочных и долгосрочных должны совпадать. Многие компании так не идут. Они говорят, мы анализируем, вот, в принципе, там, дату начала периода, дату окончания. Если у нас полный месяц, полный месяц это договор заключен в начале месяца. Не полный месяц, это договор заключен, там, допустим, 25 января. Вот эти пять дней мы для начисления финансовых там расходов долгосрочных, краткосрочных отбрасываем. Вот такой подход был, да, то есть, вот, и вот этот момент тоже нужно в предпроекте проговаривать. То есть, вот, коллеги, как мы все-таки начисляем эти финансовые расходы, да, там, краткосрочные и долгосрочные. У нас это будет совпадать с амортизацией, да, по периодам. Если у нас, скажем, договор заключен 25 января, да, вот эти вот пять дней, то есть, что мы по ним начисляем, там, амортизацию начисляем, проценты начисляем, то есть, как идем, вот, либо же отбрасываем, да, потому что, вот, в принципе, это важно. То же самое с концом периода, вот, с концом периода, допустим, договор прерывается в начале периода, то есть, допустим, прерывается он, ну, скажем, 5 декабря. Вот за эти пять дней остаточек начислять нам, в принципе, там, опять же, финансовый интерес, долгосрочный, краткосрочный амортизацию или нет. По отрасли и такая-такая есть практика, то есть, как бы, можно, ну, некоторые компании отбрасывают вот эти кусочки, некоторые не отбрасывают. Что еще на этих математических выкладках проговаривается, да? Проговаривается на самом деле с период начала амортизации, то есть, в принципе, есть подход амортизировать актив правопользования со следующего месяца, да, там, с месяца следующего по вводу в эксплуатацию, есть по норме стандарта с текущего, то есть, вот, в текущем месяце, собственно, начисляем, начинаем начислять амортизацию, вот так вот. Это тоже один вопрос к диалогу, да, там, на предпроектном обследовании, что будем делать, как будем активно амортизировать, с какого периода, да, вот, вот так вот идем. То есть, в принципе, когда мы формируем, вот, ушли уже от предпроекта, пришли к нашему техническому заданию, да, делаем математические выкладки, то есть, там, универсальный график, либо это будут отдельные графики, там, отдельные выкладки, заключаем, там, в начале, прерываем в конце, там, шесть типов графиков этих рисунок. Вот тут уже нужно договариваться, то есть, как рассчитываем показатели, когда амортизируем актив, что делаем с этими половинками, как, собственно, в принципе, период у нас какой. Если вдруг в рамках проекта решаем, что все-таки дисконтировать будем по дням, тогда поднимаем всю себе нагрузку на систему, графики, выкладки, все математические перерабатываются на дневную основу, ставка, дисконтирование тоже у нас дневная используется, и вот двигаемся по дням. Ну, если по месяцу, то, в принципе, вот, таким образом рассчитываем эти показатели. На этом этапе, да, вот на картах елизного тестирования, как раз можно сопоставить для себя, что происходит сейчас там, да, там, в Excel, и что будет происходить в системе. То есть, как бы, можно для себя это принять с каким-то допущением. Ну, какие варианты могут быть? Расчеты могут совпасть, да, там, это все-таки математика, она там должна совпасть. Могут быть какие-то расхождения, да, допустим, там, ну, не знаю с чем, то есть, там, допустим, мы сумму реклассификации не так считаем. Здесь вот, ну, вот конкретно в этой карте сумма реклассификации задолженности – это стоимость дисконтированных платежей на год. Некоторые компании там в своей практике, аудиторские группы там, допустим, сначала считают долгосрочку, потом высчитают из нее там краткосрочную часть, как-то вот по-другому считают. Ну, как раз при, почему мы рекомендуем, да, там, в проектах именно методологическое прототипирование с этими картами производить, потому что по понятным причинам все эти отклонения, они сразу видны. Они сразу видны на математике, и их, в принципе, сразу четко можно там отследить, ну, вот, ловить и понять их причину расхождения, да. Могут там финансовые расходы суммироваться, могут там половинки отбрасываться, вот эти все расхождения не видны. Поэтому, как бы, ну, со своей стороны рекомендуем таким этапом в проектах не пренебрегать, его, соответственно, полноценно проводить, да. В принципе, какие, сейчас буду просить вас перейти, там, к системе, да, там, перейдем, посмотрим, в принципе, как один из возможных вариантов реализации, да, обсудим. Вот. В принципе, какие основные этапы выделяются? Ну, вот, формализация учетного базиса много говорили, да, то есть учетная политика – наш инструмент, содержит математические выкладки, освещает основные, в принципе, спорные моменты, да. Вот. Понимаем себе что-то про ставку, что-то, ну, какой у нас все-таки аннуитет там, пренумеранда, постнумеранда, как считаем проценты. И, в принципе, базируемся на этим документе. Второй наш этап – это разработка тестовых примеров, да, там будет карт релизного тестирования, то есть вот тут хорошо прорабатываем для себя вот эти вот, в принципе, отклонения. Их может быть, или они есть, или они нет, но в любом случае, в принципе, прорабатываем. Почему нужно прорабатывать на этапе вот предпроектного обследования, объясню, смотрите, коллегам из аккаунтинга, да, там, из учетного нашего корпуса, они все-таки отчетность подают и, в принципе, раскрытие показывают. И если, в принципе, до автоматизации там был один подход, а после автоматизации станет другой, то это изменение существенных условий и, понятное дело, нужно будет, в принципе, эти подходы обосновывать, аудиторам рассказывать. Поэтому, в принципе, разбор алгоритма лучше проводить на начальном этапе. Ну, написание технических и уковых заданий – да, обязательно, потому что, в принципе, вот этот вот функционал, он такой достаточно специфический, да, то есть, в принципе, лучше его на модели у себя иметь, держать и показывать, как система это все считает. Потому что, в принципе, и аудиторы расчет процентов смотрят, вот, потому что очень сильно влияет на финансовый результат. Вот, ну, наверное, налоговые органы тоже смотреть будут. Вот, поэтому, в принципе, чем четче мы эти моменты формализуем, тем для нас же лучше. Ну, дальше это, в принципе, там, программирование на, для учетной системы, вот, с обязательным влиянием на документы закрытия периода. То есть, вот, у нас есть амортизация актива правопользования, да, то есть, мы должны понимать, что амортизация, во-первых, начислилась, а во-вторых, такая затрата распределилась и попала на нужные нам объекты расходов, либо же там напрямую отнесена на ПНФ. То есть, в принципе, проценты у нас, во-первых, начислились, а во-вторых, корректно закрылись. То есть, как бы, после разработки функционала обязательным образом, то есть, в принципе, тестовый закрываем период, смотрим, сколько это по времени, если договоров много, длится такие вещи, да, то есть, в принципе, и работают наши регламентные процедуры. Вот, вот это, в принципе, фаза тестирования должна покрыть. То есть, мы понимаем не только, как работает локальная подсистема, но мы понимаем, как она взаимосвязана с нашим основным регламентированным закрытием, да. Если мы все-таки идем по пути гармонизации, ведем на функционале двухучета, вот эти вот, в принципе, все наши объекты, они относятся к типовому плану счетов, то, в принципе, влияние на закрытие, на распределение затрат, да, в принципе, вот на этом этапе мы с вами должны пройти. Ну, соответственно, там, закрытие первого периода, вот, подача отчетности, то есть, это основные наши этапы, тут ничего нового не будет. Почему возникают сложности в проекте, ну, вот какая практика, вот если есть, не знаю, но мое мнение такое, что, в принципе, недостаточно метод проработки. Вот, если у нас на самом деле какая-то из этих фаз выпадает, да, там, допустим, либо же действующую практику, там, компании не проанализировали, не проработали, либо же недостаточно четкая, там, формализация этого всего, да, там, нашего учетного процесса. Вот, в принципе, сложности начинаются отсюда, да, то есть, там, посчитали проценты, посчитали амортизацию, в принципе, суммы не те, и, соответственно, финансовый результат не тот, вот, сложности. Если, в принципе, взять, ну, вот, как можно вот эти вот риски снизить, да, на самом деле, можно взять 2-3 действующих графика, и вот где-то вот уже в фазе вот здесь, вот, да, на тестирование, да, вот, а может быть и раньше, при разработке тестовых примеров, в демосереде 2-3 графика промоделировать, то есть, какие-то большие графики, там, 7-летние, 8-летние, но, наверное, нет смысла брать. Если какая-то вкралась ошибка, да, то она на математике уже, на 3-летнем графике, да, она будет достаточно прозрачно видна у нас с вами, то есть, вот, поэтому, в принципе, ну, рекомендация какая будет, то есть, вот, вот этим ключевым проектным подходом не пренебрегать, достаточно наглядно, то есть, привлечением актуариев это прописывать, вот, в принципе, учетный процесс протетипировать, и, в принципе, на тестовой эксплуатации тема примеры 2-3, 2-3, там, вот, графика рассчитывать с полноценным закрытием периода, то есть, вот, не только, допустим, может отработать график, там, ежемесячные начисления, не распределяция затраты, то есть, вот, такие вещи могут происходить, поэтому, в принципе, тестирование должно быть сквозное с обязательным закрытием периода. Если у нас с вами добавляются новые субсчета, да, то есть, допустим, мы идем по процессу гармонизации, учет ведем, учет у нас регламентированный, привязан к этим документам, да, вот, то нужно понимать влияние уже на отчетность, то есть, если у нас баланс, ну, отчетность какая? Балансовые листы, пины, да, то есть, если есть внутренние, там, репортинговые отчеты компании, тоже их обязательно анализируем, конечно, вот. Если добавлены новые субсчета, новые субсчета, обязательно смотрим, чтобы они тоже в отчетность были добавлены. На самом деле, очень этот момент часто пропускается, вот, новые сущности, там, объекты метаданных добавлены, новый план счетов доработан, по балансовому листу не двигается, да, то есть, вот, где-то, вот, уже на вводе в эксплуатацию, ну, в идеале, конечно, вот здесь, да, то есть, когда мы сквозной процесс прототипируем, там, взяли на него месяц предпроектного обследования, да, и вот на данном этапе уже смотрим, чтобы у нас все, в принципе, наш процесс полностью ложился. Но если мы на этом этапе эти вещи не проанализировали, то хотя бы уже при вводе в эксплуатацию, в идеале, мы должны понимать, что если у нас новые счета добавлены, то они в обязательном порядке, там, на отчеты финансовых результатов в их балансовом листе отражаются, да, вот, в принципе, ну, вот такой проектный цикл мы проходим. В принципе, по команде, да, что происходит у нас по команде. Должен быть бизнес-аналитик, да, ну, вот там, руководитель проекта, архитектор этого всего и со стороны заказчика очень просим, то есть, в принципе, те люди, которые ведут учет, да, в компании, они должны понимать, то есть, ну, в принципе, как система работает, какая информация нужна и как они с этим всем там будут закрывать период, подавать отчетность, то есть, вот, в принципе, когда кросс-функциональная команда формируется, была у нас практика подключения еще специалистов налогового корпуса и аудита, то есть, в принципе, вот если есть налоговик с какими-то там проблемными моментами, да, там, в концепции НДС, это же можем подключаться, да, там смотреть, и аудиторы, которые валидируют, в конце концов, эту отчетность, да, там, в принципе, видят это все тоже, ну, в принципе, в такой команде должны быть у нас с вами, вот. Если есть возможность, в принципе, загрузить остатки, посмотреть, сделать там полномасштабное тестирование, это было бы очень хорошо на самом деле, потому что тут на самом деле мы посмотрим с вами и быстродействие, с одной стороны, да, арендных договоров много, смотрим быстродействие, и, в принципе, какие суммы, ну, вот, на трех договорах хорошо тестировать, да, на сплошном договорном массиве еще лучше тестировать на самом деле, потому что тут понимаем полный, как бы, спектр, там, полную сумму амортотчислений, там, в принципе, смотрим по ставке, что у нас выходит с этими процентами, вот, в принципе, вот эти вещи, ну, с полнофункциональным тестированием хорошо проходят, да. Так, коллеги, значит, смотрите, по теоретическому базису, в принципе, ну, вот у меня все, сейчас, если презентацию я вышлю всем, да, тут, ну, поставки расписаны, вот, в принципе, информация на входе по модификации расписана, вот, по подходу к расчетам, это я вышлю, сейчас я перейду уже непосредственно в конфигурацию, и мы посмотрим, как рассчитаны, вот, как эти объекты метаданных там, ну, не в привязке к конкретной конфигурации, то есть это была бухгалтерская подсистема, вот, посмотрим, как себя ведут эти объекты, сейчас одну минуточку перейду, смотрите, что у нас происходит, вот это вот наш базовый документ график расчета, на самом деле заполнение по арене, оно начисляется, начинается не с графика, оно начинается, в принципе, с договора, вот, ранее мы говорили о том, что необходимо договора там физически собрать, приинвентаризировать, понять их ключевые параметры, вот это именно для этого, да, то есть мы понимаем, что у нас есть вот сумма договора, у нас есть период, мы определились со ставкой, уже проговорили с нашим аудитором, да, какая она у нас там месячная, рассчитывается там по простым процентам либо по сложным процентам, начинаем мы это все заполнять именно с договора, на закладочке аренда, вот здесь вот есть подчиненный регистр сведений периодически, да, понятно, почему периодически, потому что параметры могут меняться на дату, соответственно, периодический регистр сведений, вот, и здесь фиксируется, вот она сумма, которая будет, в принципе, мы ее будем дисконтировать, вот она там, в принципе, наша ставка, и период действия договора. Что встречалось? Смотрите, есть срок действия договора, дата начала и дата окончания, и есть период действия договора МСФУ и дата другая. Если вот, в принципе, эта тема вас касается, да, что даты заключения договора и даты дисконтирования по МСФУ учету, они разные, тогда это две отдельные даты, вот как сейчас здесь у меня показаны, да, то есть, в принципе, тоже этот момент обсуждаем в рамках предпроектного обследования. На момент, значит, загрузки начальных остатков будет заполняться именно вот эта штука, да, периодический регистр сведений, который потом нам потянет данную в график. Заполнили договор наш, отдельную профильную закладочку. Если у нас самая частая ситуация, да, в принципе, когда я говорю, что мы что-то там параметризируем, это вот флаг, да, включен у нас флажочек, активность реквизита установлена, вот, включен в МСФУ, вот этот договор с ним будет работать под системой МСФУ, она будет работать. Если у нас этот флаг не поставлен, договор там дисконтироваться не будет. Таким образом, в принципе, можно оградить под систему учета МСФУ, вот, в принципе, тех договоров, которые, собственно, в МСФУ дисконтирование не участвуют. Так, вот у нас, в принципе, график расчета сумма платежа. Вот она, в принципе, сумма обязательства на начало, да, ставка дисконтирования, то есть еще один подход может быть, в принципе, если у нас есть годовая ставка, да, там некоторые компании работают с годовыми ставками расчета, да, вот, и на основании годовой ставки там по методологии сложных либо простых процентов мы с вами вычисляем месячную ставку, то есть такое тоже может быть. Теперь смотрите, вот, когда мы распирали методологию, останавливались, что выплата у нас может быть аннуитет пренумеранда, аннуитет постнумеранда, да, вот, вот, выплата в начале периода либо в конце. Вот эти моменты понимаем для себя, то есть если выплата в начале, флаг представляем. Что рассчитывается по графику, да, ну, вот по графику на самом деле, сейчас могу вот перейти в регистр сведений, вот, в принципе, система работает с регистрами, да, там, системными накопителями, вот, вот здесь вот период, дата начала и окончания, ставка дисконтирования, сумма платежа, обязательства, да, там, долгосрочные и краткосрочные, реклассификация на год, то есть как бы по выделению текущей части долгосрочных обязательств и сумма финансового интереса, то есть это наши с вами проценты, да, то есть там долгосрочные и краткосрочные. Вот, в принципе, на методологическом прототипировании выполняется именно этот шаг. Мы берем учетный процесс заказчика, либо же, если он отсутствует, показываем, как вот здесь, в принципе, расчет производится, да, этих показателей, вот, потому что все регламентные документы и модификация, и ежемесячные, там, в принципе, начисления по активу правопользования, они работают вот, ну, вот с такого рода системными таблицами. Что еще в проектах реально бывает? Реально бывает, что многие вот эти вот штуки, да, вот эти показатели, они рассчитываются на виртуальных таблицах, то есть вот есть такой подход к разработке у многих разработчиков, но, вы знаете, мне кажется, это достаточно опасно, потому что одно дело, когда показатель прописывается, ты его, в принципе, там, рассчитываешь и по математике на него выходишь, да, другое дело, когда эта таблица виртуальна, и, в принципе, ты не понимаешь, с чем имеешь дело, то есть, в принципе, вот, ну, со своей стороны мы стараемся параметры расчета показателей обязательств в явном виде прописывать вот в системную таблицу, да, и потом, чтобы регламентные документы конфигурации с ней работали, то есть, таким образом. Теперь смотрите, коллеги, что происходит у нас еще. Значит, вот есть кнопка «Сформировать поступление по доп. затратам». Это то, что мы рассматривали в методологическом блоке, да, то есть, сумма доп. затрат, и такой, и такой подход, то есть, дополнительные затраты на заключение договора могут включаться вот в эту сумму, да, то есть, там, вот, в актив правопользования, и дополнительные затраты могут относиться на пенель, на расходы периода. То есть, вот, если мы выбрали второй вариант, то вот эти кнопки в автоматическом режиме, да, будет сформирован документ, там, ну, для бухгалтерии, там, поступление товаров и услуг, да, там, ПТУшка будет сформирована на закладке «Услуги создана». Опять же, эти моменты, вот, прорабатываем на предпроекте. График, как правило, то есть, есть, в принципе, разные концепции к разработке графика расчета. График может не генерить проводку там, да, стоимость актива, стоимость обязательств. Вот, может создаваться отдельный документ. Вот тут как раз, в принципе, так и построено, то есть, создается отдельный документ «Поступление актива правопользования», вот, вот он, этот документ, сюда формируется сумма такого актива, да, в принципе, вот, по договору. И, в принципе, мы можем посмотреть вот здесь вот уже с вами показатели амортизации. То есть, параметры амортизации актива правопользования тоже во многих проектах пишут, ну, на программном коде. Ну, в принципе, вот, опять же, лично мое мнение, со своей стороны, такой подход не приветствую. Чем прозрачнее в системе это будет все расчеты, тем лучше. Потому что, в принципе, вот, когда смотрят там аудит, когда смотрят еще какие-то там проверяющие специалисты, им нужно этот расчет в явном виде из системы показывать. Здесь реализованы каким образом? Вот, параметры амортизации актива правопользования, указан срок действия договора, да, вот, тут мы с вами уже проговорили, то есть, период, может быть день, может быть месяц, но, в принципе, с точки зрения системы рациональнее месячные расчеты, использовать, да, в принципе. Вот, если ваш аудит не против, то, в принципе, такой достаточно оптимальный механизм, вот. Тут нужно уже понимать, как наш срок считается, да, исходя из полного, неполного графика, то есть, в принципе, ну, вот тут у нас полный график, 24 месяца, и, в принципе, наша амортизация будет начислена прямолинейным методом, с методом тоже нужно определиться, ну, то есть, тут, если какие-то ускоренные не используете, там, в принципе, ничего такого новшеств не будет, то тогда прямолинейно 246 тысяч, там, 991 поделится на 24, и будет начислена наша амортизация. Когда вы имеете, в принципе, в своей архитектуре, ну, вот, такой регистр сведений периодически, это достаточно прозрачно, можно посмотреть. Значит, вот это базовый, в принципе, наш первый этап. Мы собрали договора, мы, в принципе, понимаем их срок действия, мы понимаем ставку дисконтирования, да, вот, и, в принципе, вот эти вот вещи, график для себя посчитаем. Что у нас еще может быть на параметрики, да, вот смотрите, в принципе, задавали вопрос наши коллеги, да, ведете вы отдельный план счетов, МСФО, да, в принципе, или же вы используете план счетов рекоментированного учета. Если у вас есть параметрическая настройка, то, в принципе, возможен и такой и такой подход. Функционал системы будет обращаться к регистру сведений, да, соответственно, здесь мы укажем счет учета актива, право пользования, счет учета, там, амортизации, долгосрочные, краткосрочные части, то есть покажем, на какой счет будут относиться, там, финансовые расходы, да, с каким субконтом, то есть статью уже дойдем по умолчанию, да, к тому, что затратные счета имеют субконт, в принципе, здесь для постановки в документы это все можно указать. Поэтому, в принципе, какой бы ни был ваш проект и с регламентированным планом счетов, и с отдельным планом счетов, вот, в принципе, системная параметрическая таблица в этом здорово помогает. Так, тут вот на данном этапе мы закончили, то есть мы заполнили параметрию, мы построили график, мы указали суммы обязательств, там, долгосрочных, краткосрочных реклассификаций посчитали, и, в принципе, вот с этим первым этапом справились. Что может быть еще, смотрите, еще, в принципе, может быть отдельные, ну, вот просили нас, да, там, сделать отдельные суммы ввода остатков, то есть есть у нас, в принципе, сформировали мы стоимость актива, и мы еще сумму остатков хотим внести отдельно, то есть, в принципе, вот такой вот в корреспонденции счетом учета прибыли и убытков, то есть, вот, в принципе, это тоже нужно продумывать на этапе ввода остатков, да, вот. Дальше наш с вами актив правопользования начинает двигаться по своему жизненному циклу, и мы с вами подошли напрямую к регламентной операции, которая называется ежемесячные начисления по графикам расчета. Значит, регламентированная операция, да, вот ежемесячные начисления по графикам расчета, она обращается в, на самом деле, ну, вот на графику обращается, и обращается она вот сюда, то есть, к регистру сведений параметра расчета показателей обязательства, то есть, вот, в принципе, все показатели на дату, они берутся отсюда. Если в проекте будут, ну, использоваться, в принципе, там, виртуальные таблицы, еще что-то, ну, на самом деле, так просто вы не проверите, да, эти расчеты тех или иных показателей. Если будет регистр сведений профильный, да, там, либо регистр накоплений, там, оборотные остаточные, то, в принципе, проверить это нужно достаточно просто. Заходите в график, видите свой показатель и видите, наверное, его уже, да, правильнее при работе в регламентной процедуре. Вот. Ежемесячные начисления актива правопользования, они, в принципе, как работают? Они работают на дату. Дата у нас конец периода, в принципе. Вот. И здесь у нас будет, вот, в принципе, рассчитанные финансовые проценты, да, вот. Но здесь такой график, что это 25-го числа заключен, то есть исходим из того, что число дней бесконечно малое, нерелевантно, и финансовые проценты в этом месяце не начислялись. Если бы происходил какой-то другой период, да, там, февраль, скажем, то тут были бы финансовые интересы, краткосрочные финансовые интересы, долгосрочные, в принципе. Вот. И они были бы сюда эти суммы вынесены. То есть по регламентному документу ежемесячные начисления по графикам расчетов рассчитываются суммами амортизации. Проценты наши рассчитываются, вот, сумма реклассификации из долгосрочной части в текущую часть, да, то есть вот все-таки мы с годом работаем, да, и, в принципе, сумма платежа. Мы получили сумму своих затрат, сумму амортизации и сумму реклассификации на год, да, в принципе. Вот. От работы у нас с вами регламентный документ. Последний этап – это модификация. То есть вот наш документ модификации. Как выглядит на уровне договора? Сейчас мы с вами, в принципе, посмотрим. Если у нас, вот, в принципе, здесь на закладочке договора сделана новая запись, вот у меня здесь видно, то есть актив правопользования платеж до определенного периода, да, там был 13 тысяч, с новой календарной датой он стал 15 часов, да, что должна сделать в этом случае модификация? Видела она вот инициирующие события, это именно изменение в договоре. Она такое изменение у меня увидела, да, вот ставка не менялась, период не меняется. Вот, в принципе, основные события – либо меняется период, либо меняется сумма платежа, либо меняется ставка. Предыдущий график – это график, который действовал до изменения наших параметров с вами. Текущий график – это вот график с учетом изменений. Посмотрите, пожалуйста, в принципе, как ведет себя такой новый график. Смотрите, у нас был январь – платеж без изменений, февраль – платеж, в принципе, без изменений. Вот он начинается, модифицированный платеж изменений. То есть, в принципе, наша модификация в этом случае такую ситуацию увидела, да, и сгенерировала в автоматическом режиме новый измененный график. Дальше модификация выводит дельты, да, по всем ключевым показателям. По долгосрочной задолженности, по краткосрочной задолженности, да, там вот, по реклассу, да, по процентам. То есть, выводит вот наши дельты. И ключевая дельта, которая пойдет, в принципе, на увеличение стоимости актива и на увеличение стоимости обязательств. Вот она. Дельта в модификации рассчитывается по сумме обязательств. То есть, это вот стандарт, в принципе. Айфрес-16, он просит рассчитать дельту по обязательству. Вот. 47-187 тысяч, да, это будет расчет именно по нашей дельте. Как работает модификация? Наши изменения пошли в феврале. То есть, в феврале будет начислена дельта. С марта будут вступить в силу изменения новых параметров. То есть, по графику будут начисляться измененные суммы амортизации, актива права пользования, измененные проценты, да, там, по новым стоимостям. Вот. И, в принципе, все новые, вот там, вот, реклассификация краткосрочной части у нас поменяется. Вот эти новые показатели, они вступят в силу все следующего периода. Что еще может делать модификация? Да, достаточно такой сложный документ. Вот. Он еще у нас умеет закрывать договора. То есть, в принципе, если, ну, закрытие договора, оно бывает, в принципе, двух типов. Либо у нас идет штатное закрытие договора. То есть, период действия договора окончился, да, наш договор прерывается, там, в январе 24-го года. То есть, мы формируем документ модификации, все договора, которые в этот период оканчиваются, вот, они попадают в закрытие договора. Бывает принудительное закрытие договора. То есть, по каким-то причинам наш актив права пользования не подпадает под определение актива, да. Вот, мы вынуждены, там, либо договор расторгнуть, там, досрочно, либо еще что-то, какой-то форс-мажор у нас произошел. Вот. Тогда, в принципе, мы такой договор на закладочке закрытия договора указываем принудительно, да, потому что система не понимает, что она у нас закрывается. Принудительно сами указываем, и, вот, в принципе, здесь счета учета, там, доходов, затрат, куда дельту-то досписывать указываем. И на закладке закрытия договора происходит, в принципе, выбытие, там, ну, по аналогии с необоротными активами, как вот списание, как продажа, то есть, ну, вот, выбытие, прерывание такого договора. То есть, как бы, списывается актив, списывается долгосрочная задолженность, и, в принципе, сверачивается текущая часть долгосрочных обязательств. Вот, в принципе, такой функционал модификации. Вот. Вот это, вот, в принципе, основные наши работы под системой. То есть, счета учета, там, стоимость доп. расходов параметризируем. Ну, так, в графике, в графике определяемся, прошу прощения, с датой начала окончания, да, там, с периодом договора, пренумеранда, постнумеранда, соответственно, в принципе, вот, график, ежемесячное начисление, модификация. Ну, не забывать, конечно, НСИ и параметрии. Так, коллеги, ну, в принципе, на этом этапе у нас, наверное, все, да. Буду благодарна за ваши вопросы. Презентацию выслим, да, то есть, там, вот, в принципе, кому нужно. Какие-то вопросы возникают, пишите, пожалуйста, на электронную почту, будем рады ответить, да, там, возможно, тоже какой-то практикой поделимся, вы поделитесь с нами, да, там, будем благодарны. Какие-то вопросы есть к нам? Ну, смотрите, Дмитрий, на самом деле, так, сори, у меня нет звука. Так, вопрос Дмитрия состоит в том, что работает ли функционал с расчетом временных разниц, да, вот, ну, смотрите, Дмитрий, я на самом деле, ну, не знаю, чтобы в аренде что-то являлось постоянной, да, разницей, да, и что-то временной разницей, возможно, вы меня поправите, пожалуйста, значит, касаемо постоянной разницы, то есть, механизм такой, вот, что-то мы признаем в бухгалтерском учете, да, в регламентированном, и не отражаем в налоговом учете, да, то есть, в принципе, это отдельная подсистема, да, ее можно дорабатывать, но я просто не совсем сейчас в методологической плоскости знаю, возможно, у вас есть конкретный кейс, да, с этим связанный, что у нас такая постоянная разница есть, то есть, что, в принципе, вот, с этим. То есть, там, насколько я знаю, разницы не, ну, не отсрочи, временная разница, если у нас идет отсрочка по признанию, постоянная разница, если что-то мы в одном из видов учетов не отражаем, да, вот, вот, я, насколько знаю, по аренде таких моментов нет, то есть, ну, может быть, вы мне подскажете четче, да, то есть, вот, в любом случае, с признанием, ну, вот, там, если действительно какая-то разница есть, и ее нужно учитывать, это нужно дополнительно анализировать, вот, я знаю, что моменты были с НДС, с признанием НДС, да, то есть, как бы, в какой момент НДС признавать, да, там, по дате подачи акта, да, там, налоговый кредит, то есть, вот, показывать налоговый кредит, либо же, в принципе, по активу правопользования в момент формирования графика. Вот эти вот моменты действительно были, да, их анализировали, а вот в концепте постоянных временных разниц, там, ну, насколько я знаю, ни постоянных, ни временных разниц нету, но если вы мне такой момент разницы приведете, дополнительно проанализируем ответы, да. Так, еще вопрос у Дмитрия, учет аренды, все проводки в 1С нужно сторнировать. Так, хорошо, понятно тут. Значит, смотрите, есть у нас с вами переходной этап, да, на переходном этапе есть акты, вот, и они в системе проведены. Вот этот вопрос очень хороший, спасибо большое. Значит, есть, есть несколько подходов, как пережить такой вот период пусконаладки. То есть, можно действительно проводки ранее сформированные отторнировать, это один из подходов, да, то есть, у нас был проводка, дебит счет учета затрат по старой схеме, да, до стандарта, кредит счет учета взаиморасчетов с контрагентами, у нас эта проводка на балансе есть, что с ней делать? Можно отторнировать, первый вариант. Второй вариант, можно сделать доработку, да, доработку для акта выполненных работ, доработка какого плана будет. У нас будет реверсная проводка, то есть, обратный дебит счет учета кредиторской должности, краткосрочный, да, вот, кредит счет учета затрат. Вот, вот такое можно сделать. Либо же счет учета затрат подменить, да, ну, дополнительную обработку написать, и счет учета затрат подменить на счет учета краткосрочной задолженности. Вот такие подходы были. Вот. Со странировкой хорошо на самом деле работает, с переносом счета учета затрат тоже работает, то есть счет учета расходов будет по кредиту. Вот если вот этот счет учета расходов по кредиту смущать сильно не будет, да, то, в принципе, можно сделать вот такую доработку дебит, краткосрочная задолженность дебит, да, счет и счет затрат по кредиту. То есть, в принципе, либо же замена проводок в документе, то есть переподмена. Ну, вот с этой обработкой, которая, в принципе, вмешивается в работу документа, переподменяет счета, тут, ну, крайне осторожно, нужно подходить к этому всему. Вот. В принципе, отстернировать самое, наверное, там, по технической реализации простое и оптимальное решение. Так, надеюсь, ответила, да, коллеги? Хорошо, вопросы пишите, пожалуйста, на электронку, будем особо... Спасибо за вопрос, спасибо за вопрос, на самом деле вопрос хороший. Вот. По временным разницам еще посмотрим, если я действительно найду временные разницы, то там по аренде отпишемся, вот, презентацию вышли. Спасибо большое всем, хорошего дня. Спасибо. 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 Спасибо.